Бисмилля, альхамду лилля, вассалату, вассаляму аля расулина Мухаммаду, аля алихи вассахби и ажмаин. Саляму алейкум, рахматуллахи ва баракятух, дорогие сёстры. Продолжаем с вами нашу тему выгорания. И так, давайте вспомним прошлый эфир, что было на прошлом эфире. А те сёстры, кто был, кто не был, кто первый раз, иншаллах, просмотрите предыдущий эфир. У нас была тема выгорания. Вот, давайте вспомним предыдущий эфир, что было на предыдущем эфире у нас. И я бы хотела получить от вас обратную связь, от тех, кто был на этом эфире. И тот круг, который мы с вами рисовали, да, что удалось по нему, как удалось по нему поработать. И что как изменилось. Сейчас я напомню. Вам, сёстры, вот я отправила, да, то, что мы с вами рисовали на прошлом уроке. Пожалуйста, дайте обратную связь. Так, сёстры. Ни от кого ничего нету. Тишина. Значит, никто ни с чем не работал. Я здесь зря прихожу. И полтора часа тут вам обещаю. Пользы никакой нету в этом. Потому что я не вижу от вас обратной связи. Если даже что-то не получилось, да, хейр, сёстры, наоборот, давая вот обратную связь, писать, да, там, я, у меня там не получилось вот в этом, есть вопрос в этом. Я тогда вижу, что вы как-то работаете, да, то есть не зря эти, не зря эти уроки идут, не зря я здесь сижу, полтора часа с вами говорю. Если у вас вообще вопросов нету и вообще никакой обратной связи нету, то тогда вы ни над чем не работаете. Конечно, продолжать работу-то я буду, но это не очень хорошо. Самый лучший мотиватор в любом деле – это когда виден прогресс в этих делах. Когда прогресса нету в этих делах, то мотивация падает. Ну, конечно же, мотивацию будем поднимать, но это тоже один из факторов. Спасибо. Так, хейр, хамду лилля, тогда, иншаллах. Спасибо. Спасибо. я первый раз мне очень интересна эта тема но я постараюсь админов попросить чтобы они побыстрее публиковали потому что предыдущие это сегодня у нас продолжение предыдущего но я вижу что никого нет кто были в предыдущем или те кто а была на прошлом эфире но наверное ничего не внедряли из того что мы с вами писали хорошо так сегодня мы продолжаем тему с вами выгорания да вот и для того чтобы не выгорать для того чтобы не выгорать да вспомним да и передается от айши да будьте доволен ею аллах что однажды пророк салиллах алейхи вассалям вошедший к ней в то время когда у нее находилась одна женщина и он спросил ее да кто это и айша сказала такая то то есть она представила ее и стала рассказывать о том как она молится что же касается пророка салиллах алейхи вассалям то он сказал прекрати должны вы делать лишь то что вам по силам клянусь аллахом не утомиться пока сами клянусь аллахом аллах не утомиться пока вы сами не утомитесь а больше всего пророк салиллах алейхи вассалям любил такие религиозные дела которые совершающие их совершает постоянно это вы можете найти в достоверном сборнике аль-бухари и муслима у аль-бухари 43 хадис у муслима 785 да о чем этот хадис да мы немножко его разберем почему его разберем для того чтобы понять да что почему происходит выгорание выгорание происходит по причине того что человек взваливает на себя слишком много дел да и нету последовательности в этих делах и поэтому взваливая на себя слишком много дел в итоге происходит выгорание и человек начинает уставать и бросать эти дела и как на прошлом уроке мы с вами нарисовали да чтобы еще и не выгорать нужно чтобы был стимул мотивация да а ценность в этом дальше деяние и уже вот тогда наступит и удовлетворение этим делом и благодарность да вот саляму алейкум стаза какой вопрос вопрос был на прошлом уроке мы с вами разбирали тему выгорания и кто за эту неделю над чем поработал да вот вот такой вопрос был но по моему никто ни над чем не поработал потому что обратной связи нету может быть здесь нет тех кто здесь есть те кто просто случайно там заходит раз раз в полгода или раз в месяц кто-то специально не приходит на эти уроки но у нас они бывают взаимосвязанными бывает так что мы просто тему одну разобрали и на ней остановились а бывают они между собой взаимосвязаны поэтому если кто-то не посещает и там раз месяц заходит конечно ему будет непонятно что здесь происходит вообще хорошо если разбирая вот этот хадис да и здесь в этой истории посланник аллаха салиллах алейкум асселям он и повелел этой женщине не совершать так много поклонений почему потому что это было тяжелым для нее и в будущем оно могло ее обессилить настолько что она вообще перестанет поклоняться да и мы тоже можем наблюдать я всегда говорю если вы даже начинаете приобретать знания приобретайте знания постепенно да не надо 10 курсов купить и ни на один курс не успеть пойти этот курс хорошо пройти этот курс вникая в этот курс не просто так а вникая в этот курс а поэтому лучше всего лучше всего взять то что что вам по силам и поэтому пророк салиллах алейкум асселям сказал ей должны вы делать лишь то что вам по силам и также айша упомянула что больше всего пророк салиллах алейкум асселям да любил такие религиозные дела которые совершающий их совершает постоянно да вот не так что вы там начали там по 10 страниц там читать куран да потом там неделю почитали устали от этого в силу своих других загруженности да и потом раз все бросили поэтому вот это колесо как бы баланса в своей жизни нужно это все балансировать для того чтобы привести в норму все свои дела и слова пророка салиллах алейкум асселям клянусь аллахом аллах не утомиться пока вы сами не утомитесь то есть всевышний аллах будет давать вам награду да здесь имеется виду всевышний аллах будет давать вам награду в зависимости от ваших деяний и так до тех как вы будете их совершать то есть всевышний аллах не утомиться пока вы сами не утомитесь и награда будет от всевышнего аллаха при любом вашем деле совершенным ради его довольствия что касается вот выгорания да вот когда на себя взваливают слишком много дел и нету вот это вам какой-то цели определенной цели и все мы вернемся до в планировании и планирование оно очень облегчает и очень хорошо действенно сказывается да на качестве жизни поэтому планирование конечно же если делать планирование то альхамдулиля будет большое благо а значит скажите ой а как как делать планирование там с маленькими детьми тоже можно делать планирование и с маленькими детьми и с большими детьми то есть маленькие дети маленькие забота большие дети большие заботы заботы никогда не закончится отдыхать мы будем только в могиле и то если проживем эту жизнь так что заслужим этот отдых, поэтому в любом случае человек, пока живет в этой дуне, у него каждый день будет забота, каждый день у него будет какая-нибудь забота, то есть не может быть так, что человек, вот, все, он беззаботный. Даже тот человек, который лежит целыми днями на диване, у него забота, какая забота, ничего не делать, это тоже забота, ну, то есть у него все равно есть какая-то цель. И вот человек, он не должен переутомлять свою душу и свое тело, да, взваливая на себя сверх его возможностей, да, если он возложит на себя слишком много, то ему может это надоест. И он что, и он может бросить это деяние. Лучше совершать определенное деяние постоянно, даже если его мало, да. И если человек будет совершать это деяние в умеренном виде, не излишествуя, но и не проявляя небрежность, да, потому что вот из крайности в крайность мы не должны перейти. Если мы, например, говорим о том, что мы не должны переутомлять, да, свою душу и смотреть, да, и возлагать на себя сверх возможности, то и есть вторая сторона миндали, чтобы это было, не было этой небрежности. вот, поэтому необходима золотая середина и поклоняться именно так, чтобы совершать поклонение постоянно, да. Потому что самое любимое деяние для Аллаха то, которое совершается постоянно, даже если оно мало. вот, поэтому вот, чтобы не выгорать, да, нужно научиться планировать. И смотрите, планирование и список дел – это две разные вещи. То есть планирование, оно должно быть как поток, то есть оно у вас идет, идет, идет. Если вы, например, просто напишите список дел, сейчас у кого есть ручка, ручка-тетрадка, ну, готовьте обычно всегда на уроке сидите с ручкой и тетрадкой, это мой вам совет, потому что мы можем на уроках, лучше, конечно, на уроках делать записи, и на уроках мы что-то, бывает, пишем, для себя вы можете что-то полезное разобрать, да, вот, например, сейчас я вам, сейчас я напишу, я тоже буду писать, потому что я в Телеграме так и не разобралась, как писать на доске, вот, я буду писать на тетрадке и буду фотографировать и отправлять, да, вот. Есть такой список дел, да, и планирование, вот, планирование от списка дел, оно отличается, ну, например, список дел, там, завтрак, да, там, уборка квартиры, это у всех женщин, да, квартиры или комнаты, да, вот. Дальше, там, отвезти ребенка в школу, там, в школу, если он не ходит, там, какие-то связанные с этим ребенком процедуры, да, дальше, там, что, готовка еды, да, и еще, что у нас, там, уроки напишем, да, вот это список дел. Планирование же отличается, вот, я сейчас напишу, там, завтрак 8-9-0-0. Дальше, там, уборка квартиры, уборка квартиры, понятие растяжимое. Важна конкретизация. Например, вы пишете, там, уборка квартиры, там, 10-12, ну, рассчитываете примерно, что у вас уходит на нее где-то около двух часов. И здесь должна быть конкретика, например, может, кто-то каждый день убирается, там, ему нужно каждый день, кому-то можно через день, да, вот, если сильно никто не загрязняет, вот, ну, конкретику пишите, например, ванна там, или там, комната там, спальня, да, и в ней там что нужно сделать, вот. То есть, сейчас я вам сфотографирую это, дальше не буду писать, чтобы не терять время, в принципе, общее вам понятно. Сейчас. вот я вам сфотографировала. Следующим этапом у нас будет то, что сейчас следующий этап тоже сфотографирую, и кто хочет, пишите, кто не хочет, просто сидите и слушайте. значит, вот чем отличается, вот я вам послала фотографию, чем отличается список дел от планирования, да, вот список дел, это просто список дел, которые вы должны сделать, и вы себе, например, вечером садясь, да, каждый день, на планирование уходит практически минут десять, не больше. Не надо сидеть там и гадать, о, что я завтра должна делать, потому что сейчас мы, я вот вам второе послала, да, сейчас мы с вами займемся, и я вас научу, как планировать на год. И скажете, ой, это как бы там неправильно или правильно, мы конкретно не говорим, что мы именно это сделаем. Мы делаем намерение, ставим себе цели и идем к этой цели. Условно говоря, например, я ставлю себе цель за этот год выучить там, выучить десять джузов. И все, я иду к этой цели, я расписываю, как я к этой цели приду там, по одной странице буду учить там, по две страницы или по полторы, или я там по одной странице через день, то есть я эти цели преследую, и я к этим целям иду и уповаю на Всевышнего Аллаха. Я беру причины, а уже результат от Всевышнего Аллаха. Если сказать, что не брать причины, а как повезет, так не получится, дорогие сестры. То есть почему так не получится, потому что если у вас нет конкретной цели, и вы говорите, а, ну, может быть, я там выучу, а может быть, не выучу, вот как мне Аллах даст, то тогда у вас не будет вот этого порядка. А когда хаос, непорядок, то обычно цели не достигаются. И потом человек начинает расстраиваться. Ах, вот я так, не получилось у меня ничего. Почему? Потому что нужно всегда фокусировать на том, что нужно делать сейчас. Это когда вы занимаетесь планированием, да, что вам нужно будет конкретно сделать завтра, да. То есть там расписывайте прям поочередно, что вы будете делать для того, чтобы понимать, что и как завтра мне успеть. Если вдруг вы, например, это что-то не успели сегодня, да, вы эту свою цель перекладываете, да, на завтра. Получается, завтра вы можете переложить ее на послезавтра, да. Но ситуации могут быть разные, дорогие сестры, да. Скажете там, а, ну, у кого какие ситуации могут быть, возникнуть могут и непредвиденные ситуации, да, там, что-то связанное со здоровьем, там, резко стало плохо, а у ребенка резко там бывает, там, обычно у маленьких детей там бывает, резко поднялась температура, что-то с животом, что-то это. Может быть, все может быть, да, сестры. Поэтому вы смотрите, да, что если вот вы конкретно вот это, потом вы, если переносите на потом, да, на потом, на следующий, например, день, вы этот пункт себе помечаете как важный, да, потому что он у вас со вчерашнего дня перекочевал на сегодняшний день, да. Чтобы не впасть вот в эту прокрастинацию, откладывание всех дел на потом, вот, нужно приучать себя, что сделать это, например, сделать это сегодня, потому что оно было у меня уже вчера, да, исходя из того, что вам нужно было сделать это вчера. И лучший мотиватор в любом деле, когда вы видите прогресс в этих делах. Например, когда человек начинает учиться читать Кур'ан, и сначала он видит, да, вот, то есть у него есть смысл, да, стимул, и у него есть цель, все, он цели обозначил себе, и он идет к этой своей цели, да. И вот чтобы мотивация не пропала, он когда учится, когда он дальше идет по этому обучению, что происходит, если он видит результаты, у него появляется больше мотивации, то есть он видит, ага, я пришла, я вообще букв не знала, сейчас я уже алфавит знаю, или там уже две-три буквы изучил, уже читать начал, да, а там даже тот же Муалим Саня уже через четыре буквы, там уже слова можно прочитать. Вот, что виден прогресс в этом деле. И когда виден прогресс в этом деле, эта мотивация появляется еще больше, и мотивация, она растет. Чем больше растет мотивация, тем лучше вовлечение в это дело, да. Все, она видит, вы видите там. Она видит, или вы видите, да, то, что прогресс есть, и это еще больше появляется интереса, все, появляется уже мотивация не просто изучить алфавит, выучить правила, после правил появляется интерес читать правильно, и дальше уже им до заучивания может дойти, да. И в любом деле, вот, в любом деле, это я так, пример, да, в первую очередь, в Куран привела, да, деяние, связанное с Кураном, вот, поэтому можно на любое дело это, ну, проецировать, да, вот. Сейчас, одну секундочку, сестры. Так, продолжим, сестры, да. Поэтому, чтобы правильно распланировать свои дела, нужно заняться кластеризацией, да. Что такое кластеризация? Можно, сейчас мы с вами сделаем кластеризацию дня, а вообще можно делать кластеризацию не только дня, месяца, недели, года, и это что? Это очень хорошо помогает. Помогает в планировании ваших дел и повышает вашу трудоспособность, да. Хорошо, вот я вам написала круг, да. И мы пишем, то есть список тех дел, которыми обычно вы занимаетесь, да. Ну, например, каждый пишет свое. Есть там личное время, работа, учеба. У кого-то есть работа, у кого-то нет работы, да, у кого-то есть просто учеба, у кого-то есть там общение, например. У меня есть, помимо уроков с вами, у меня есть консультации, которые я провожу, да. И поэтому это я вписываю в общение. Вот. Дальше семья, родственники, да, то есть которым тоже нужно уделять время. И друзья, ну, то есть я написала друзья, подруги, то есть какие-то еще какие-то мероприятия и все остальное, да. Вот. То есть вы планируете. Ну, например, давайте распланируем, ну, завтрашний день, уже сегодняшний день, уже все, завтрашний день. Как происходит кластеризация, да, то есть мы на классы, я вот выделила себе пять классов, вот, то есть... И смотрите, как. Я сейчас вам, ну, сфотографирую, да. Например, личное время. В личное время что входит, дорогие сестры, да, туда входит именно то, чем вы занимаетесь лично для себя, да. То есть в это входит там чтение книг, чтение Курана, да. Я напишу чтение Корана, чтобы... Да, утреннее, например, утреннее утро. То есть день начинается с чего? Утро, с фадер намаза, да. С фадер намаза. Сейчас я буду вам фоткать. Фотографировать все и показывать, да. Конечно, это немножко нам затягивает время, но... Сейчас я вам сфотографирую. Так, фотография не показалась, да, у вас? Субханаллах. Так, сейчас. Вот, то есть я обозначила, да, я сейчас еще буду там дальше писать, да. Вот мое личное время, да. Личное время туда я вписываю, что свои... То есть то, что я делаю лично для себя. Не для кого-то там, когда я там готовлю завтрак или еще что-то, еще что-то, да. Только мое личное время, которое я уделяю для себя. Я чтение Курана, то есть на свое саморазвитие, да, как мусульманки, в первую очередь, да. Ну, а потом уже и тоже что-то из своего, исходя из своей профессиональной деятельности, да. Вот личное время. И, например, на это я выделяю отдельное время. Это не так, сестры, там, что... Ой, когда у меня появится время, я там вот это сделаю. Когда в течение дня, там, утро начинается у вас там, и вы говорите, ой, после обеда там сяду, прослушаю урок там. И после обеда вы не сели прослушать урок, потому что у вас какие-то дела возникли. Вечером вы... у вас времени нет, вы уставшие. И все, сегодняшний день потерян. Завтра вы этого, опять же, не сделаете. Вот, поэтому личное время – это то время, которое вы тратите на себя. Вот, оно у меня распланировано, что у меня до 12 каждый день, до 12 дня, у меня ничего нет. Ничего нет в работе. Отдых и работа у меня в одном времени. Это я сейчас вам в другом покажу. Вот, то есть это лично мое время до 12 часов. Утром я встаю на фаджер. После фаджер намаза я делаю поклонения, да, какие именно там, прям вам, не буду их уточнять, да. Ну, не хочу просто, чтобы, не дай Аллах, там закралась какая-то показуха, да. Вот, после фаджер намаза я совершаю кое-какие поклонения, на которые у меня уходит около 30 минут. Если я встаю на фаджер намаз в 6.00, да, в 6.30 я уже свободна от поклонения. Ну, вот, ну, 6.45 где-то бывает, так даже скажу, потому что я вообще выделяю время от 6.00 до 7.00. Иногда бывает, если я раньше закончу, то вот эти 15 минут я оставляю себе на отдых. Я могу в это время просто полежать. Если уже не остается время, то это там 7.00 утра, это вот это утро. Я не знаю, что тут такая кашу написала, поймете или нет. Вот, с 7.00 утра до 8.00 у меня идет завтрак. В него входит и готовка заранее, за каждый день вечером перед сном. Я планирую то, что я буду, чем я буду питаться завтра. То есть я смотрю и думаю, что завтра, иншаллах, Всевышний Аллах даст нам новый день. Там завтрак я приготовлю это, обед я буду готовить это. Обычно я всегда делаю так, что я готовлю обед и ужин одно, что-то одно, да. Если у меня не получается, то я, бывает, готовлю обед с расчетом того, что на следующий день этот обед останется, исходя из моей загруженности. Вот, поэтому... Вот, например, у меня всегда вот понедельник сегодня, да, у меня он более или менее такой, не скажу, что он разгруженный, но в нем бывает там по 2 часа перерыва, при том, что до 12 дня, пока у меня с вами прямой эфир, до этого времени у меня ничего нет. И бывает я вот в это личное время, бывает я иногда, не всегда, иногда вписываю консультации, если кому-то нужно срочно. Если пишут там, мне нужно срочно, там вчера написали мне, мне нужно срочно, я смотрю на уже свободное, где свободное время, когда срочно я могу подвинуть свое личное время. Обычно вот завтрак у меня до 8 продлился, с 9 до 10 у меня я на уроке, на своем, то есть занимаюсь с учителем. Вот, дальше с 10, где-то с 10 до 12 у меня считает 2 часа перерыв. И вот в это время я еще закрываю свои какие-то, то есть долги. Если я, например, беру какой-то курс для обучения, ну, если я обучаюсь по записи, да, там, и то я планирую это вот сюда, исходя из сколько будет длиться урок. И вообще обычно всегда записываюсь на курсы, где уроки не больше 40 минут, потому что, ну, наш мозг так устроен, что ту информацию, которую нужно впитать, он впитывает в течение 40 минут. Вот, я все, я иду, иду, иду к этому времени, что, иншаллах, уроки тоже свои проводить по 45 максимум час, да, просто у нас нету возможности делать перемены. А так вот каждые 40 минут стараюсь переключаться на что-то другое, потому что, чтобы мозг отдыхал для эффективности, да. Вот, то есть, получается, с 10 до 12, вот, я занимаюсь там какими-то конспектами, могу почитать книгу, могу там сделать себе какие-то бьюти-процедуры, которые я там хочу, да, вот. То есть это мое личное время. Я это время для себя выделяю. Страдает ли моя семья от этого? Нет, не страдает. Все сыты, накормлены, потому что все тоже привыкли к планированию. У меня даже у 10-летнего сына есть свой график, вот такой же, как у меня. Вот, то есть я всех их подсадила на планирование. Почему? Почему? Потому что это очень хорошо облегчает тебе жизнь, и ты видишь, что у тебя столько свободного времени, оказывается, а когда ты постоянно жалуешься, что у тебя не хватает времени, у тебя его действительно никогда не будет хватать. Вот все, с 12 часов дня, вот, с 12, это мое личное время. Я его, я расписываю каждый день, потому что у меня бывает так, что, например, сегодня у меня есть консультация, завтра у меня никаких консультаций нету, но у меня есть свободные там часы. Эти свободные часы я трачу для себя. Поэтому всегда, когда кто-то записывается на консультацию, я всегда говорю, что предупреждайте за сутки. Ну, конечно, мы все живые люди, я тоже живой человек, мне тоже может стать плохо, какие-то непредвиденные ситуации могут произойти, мы все это понимаем, это я вам говорю, да, это общее принятое. Может что-то произойти в этом частное, да. Ну, например, даже вот в этом времени, которое личное время до 12 дня, в этом временном отрезке может произойти что-то, что может нарушить мои планы, да, и что угодно. Ну, например, встали мы утром, я там один день обнаружила у младшего сына, что у него там клеш на шее. Что мне нужно делать? Сидеть и личным своим пространством заниматься? Личным делом? Нет, конечно. Конечно, я, конечно же, смотрю, что я могу куда передвинуть, отодвинуть, чем я могу пренебрегать, да, то есть, например, там, мне нужно было там прослушать этот урок, да, я уже пишу там, нет, я этот урок не прослушаю, вот это мне надо отменить, это нужно перенести, и все тут. То есть как бы планы могут немного поменяться. Я пошла, сходила с ним в больницу, там, все ему обработали, сделали, на это у меня ушло час, я пришла домой, все, я дальше продолжаю свои дела, да. Вот, может выходить непредвиденная ситуация. Как ты планируешь? Когда у тебя есть маленькие дети, планировать выходит тяжелее, да, потому что, ну, маленький ребенок, и то, и то с маленьким ребенком, который еще грудничок, ну, что он вам сделает? Я всегда говорю, оставьте в покое ребенка. Спит он? Ну, пускай спит, делайте свое дело. Пока он спит, вы уроками займитесь. Пока он спит, займитесь уборкой. Пока он спит, если у вас тоже свободно это время, да, спите вместе с ним. То есть, ну, много дел может. Вот, иногда есть такой вот стиль воспитания, гиперопека, да, когда мама не отходит от ребенка, вот она сидит с ним и не отходит от него, когда он играет прямо. Да, следить за ребенком нужно, но это тоже вы можете обустроить. Сейчас, тем более, вот 14 лет назад, моей дочке, аль-хамду лилях, уже 14 лет, вот я помню, что даже тогда, даже тогда были такие, как бы, вот, чтобы как-то ограничить, да, в каком-то пространстве, да, чтобы ребенок там никуда-то не залез или что, уже тогда были манежи, да. Вот, и, например, я ложила ее в манеж, накидывала ей игрушек, не мультиков ставила, а накидывала ей игрушек там, что-то понимала, что, вот, например, если есть такие замудренные там игрушки, которые там она будет долго сидеть и размышлять над ними, что мне с ними сделать, да, вот. Вот, за это время я успевала там, что мне надо было там, уборка дома, там, помыть полы, даже приготовить еду, да, а когда, например, у меня уже было от этого свободное время, опять-таки же, не всегда ограниченное, да, должна быть в манеже, я ее рядом с собой выпускаю, возвышаю свою там учебу, делаю себе там повыше, да, книгу ставлю там на какую-нибудь полочку, вот, она внизу там копошится, играется, она играется, что мне за ней смотреть? Ну, посмотрела я, убрала все, что ей может навредить. Все, пусть себе играется ребенок, ребенок играючи развивается, как он будет по-другому развиваться. Я рядом стою с ней, читаю книгу, что-то себе читаю. Если мне надо более там там пописать что-то, то я планирую это, когда, например, она целый час спит. Я уборку свою не планировала, что когда она целый час там спит, я вот буду убираться там. Нет, я убиралась, когда там ограничивала ее, притом она у меня всегда на виду, да, там. То есть при желании, сестры, можно сделать все при желании, да. Конечно, бывают такие тоже казусные ситуации там, вот когда открылась онлайн, я скажу, моя жизнь превратилась в кошмар, потому что дети были еще не такие взрослые, как сейчас, да. И вот то, что я, когда я была более свободна, когда я могла видеть, да, и то, что, например, бывает так, что я, например, могу, вот я сейчас даже с вами сижу, да, у меня дверь закрыта, а там по ту сторону двери, да, что делают дети, иногда бывало, конечно же, и казусы. Там я выхожу, там на кухне полнейший хаос, вот, который я не планировала, да, вот, и на который у меня опять-таки же уйдет много дел. Ну, а потом я уже стала как-то по-другому, да, это все разграничивать и обустраивать. Вот. Например, сегодня у меня с 12 до, сейчас вот у нас 13.00, с 12 до 15.00 у меня работа. Я работаю. Еще у меня будет вечером еще работа, но это она, как сказать, классификация продлится, да. Вот. В этот, если пишется работа, да, в эту работу входит и отдых. То есть у меня работа и отдых не отдельно. Не так, что я там целый час должна уделить себе на отдых, а там три часа у меня работа, целый час я отдыхаю. Нет. Вот в это время, вот у нас сейчас 12, да, вот сейчас уже час. Мы, иншаллах, сейчас с вами где-то через минут 20 уже закончим. Вот. Я потом совершу намаз, и вот эти полчаса, которые у меня есть до другого урока, в это входит обед и отдых. То есть я могу 10-15 минут просто ничего не делать, а посидеть, да. Захочу чай попью, посижу, отдохну, а захочу просто лягу и полежу, да. Вот. Вот. То есть работа плюс отдых. И я всегда так планирую свои уроки, что у меня уроки, например, идут под подряд, но между ними, чтобы был временной отрезок где-то 30 минут, где-то может быть и 15 минут, где-то может быть и один час. То есть когда большой временной отрезок, один час, обычно я это делаю в обеденное время, потому что я не одна живу, у меня есть дети, у меня есть свои обязанности, да, перед своей семьей. Вот. И в это я вкладываю вот эти обязанности, что за это время я должна успеть. Дальше, например, после 15.00, в 16.00 у меня опять своя учеба, учеба в университете, куда мне нужно идти, да, куда мне, что мне его, этот университет, мне нужно идти и посещать. Заканчиваю лингвистический университет, арабский язык, переводческое дело. Вот. У меня там пары, то есть у меня там пары с 16.00 до 18.00 я нахожусь в университете. То есть в 18.00 я освобождаюсь, где-то он у меня находится здесь, 15 минут от дома. Это я тоже так себе, можно сказать, как сказать, предусмотрела, распланировала, что если бы он был бы где-то далеко, я, возможно, делала бы его каким-то онлайн, еще чем-то, еще чем-то, потому что, чтобы не тратить много времени на дорогу, потому что дорога очень много съедает твоего времени. Ну, это у кого-то индивидуально. Когда я, например, еду на дороге, я не могу что-то делать параллельное. Я обычно, мне нравится, я люблю ехать, наблюдать там, смотреть природу, рассматривать деревья, птичек и все остальное. Ну, вот так. У каждого психика заточена на что-то свое. Кто-то может ехать на машине читать, у меня читать на машине не получается. Я не люблю просто это дело. Для чтения я уделяю отдельно, потому что у меня, я если читаю, я читаю не так, что там на автомате там раз-раз-раз-раз 30 страниц прочитала. Я могу прочитать одну-две страницы и выделить, и над ними целый час просидеть там, поразмышлять, что-то себе выписать, анализ какой-то сделать. То есть у каждого индивидуально, у каждого психика заточена по-своему. Дальше, что, например, я прихожу 18-15, вот этот вечер уже. Вечер у меня через раз, например, в понедельник через раз у меня бывают спутницы Корана. Сегодня, кстати, у нас там чаепитие. Да, и так как это чаепитие, само за себя говорит, да, в это время я могу там и чай попить, и что-то перекусить, да. Вот, поэтому я так планирую, что здесь у меня ужин, и после, вот у меня 19.00 заканчивается, все, я уделяю время своим детям. Что это за время? Это время, когда мы все собираемся, то есть все, у детей тоже ничего нету, ни учебы, ничего, они все свободно, мы собираемся и просто болтаем. Это я называю просто болтать, просто мы сидим, общаемся, кто-то, кто что рассказывает, что у кого за день, что произошло, что как, но это уже с взрослыми, большими детьми, да, потому что у меня уже младшему сыну уже 10 лет, когда было им, когда они были маленькими, конечно же, им больше времени ты уделяешь с ними, и погулять надо, и еще что-то, да, то это все планируется индивидуально, для каждого, каждый планирует для себя индивидуально. Где есть, например, время, такое время общения, где я вам написала, это у меня консультации, и консультации, они не определенного времени, потому что, например, сегодня может кто-то написать, сказать, я бы хотела там записаться на консультацию, я смотрю из этого дня, и у меня, например, на неделю у меня тоже такая классифицированная есть расписана, да, какие уроки, все, я смотрю, где я могу что подвинуть, и я пишу там, вот свободное вот такое-такое-то время там. Если кто-то записался, то в этом дне будет консультация, и тут обозначено и будут время там, например, ну вот сегодня, например, было у меня на 11.00 консультация, которая там запланировалась вчера. Вот. И все, вот это. Друзья, например, многие делают так, там с подругами, там почти каждый день встречаемся, там еще что-то. Я не говорю, что это не нужно, мы все мусульманки, да, все, но им вы уделяете, вот как бы, если вот на день у вас, например, вы каждый день планируете, ага, не получилось там, а какое-то другое время. Например, ну, у меня есть сестры, с которыми я близко общаюсь, есть они, которые там живут от меня, там до них целый час езды, да, на машине, вот, есть те, которые вот рядом со мной работают, я могу там выйти, пять минут дойти, сесть, посидеть, попить, попить чаю, там, съесть пирожное, там минут тридцать, и, то есть, это общение, да, вот, есть там, по телефону, я скажу вам сразу, по телефону у меня нет общения. Почему? Потому что раньше оно было, и оно очень много забирало времени, и это является пустой тратой вашего времени, да, то есть, я могу что-то там быть на связи целый день, например, с родной сестрой, я целый день на связи, но я могу быстренько записать там голосовое одну минуточку, она там ответит мне, потом я могу через, вот, как раз-таки в перерывах, например, с уроками, я могу еще что-то написать, вот этого мне общения достаточно, так же я и со всеми, и бывает так, что мне нужно совершить какие-то звонки, например, на телефоне, да, и я их... Единственное исключение бывает, что супруг звонит, он звонит из тюрьмы, там на это время я не могу повлиять, и иногда бывает, что он... Ну, и его тоже я приучила планировать, вот, исходя из моих, как бы, ну, потребностей, да, вот, я его так вот, как сказать, приучила планировать, что и он у меня всегда там, и я у него, и он у меня, то есть мы узнаем о планах следующего дня, да, например, чтобы ему там не попасть там в то время, когда у нас вот сейчас он позвонит, у нас с вами урок, да, и я не смогу там ответить, не смогу поговорить, и не смогу решить, не сможем мы решить какие-то дела, но бывают исключения, бывают, да, вот так, то есть каждый, исходя из своих возможностей, сейчас я вам сфотографирую это, каждый, исходя из своих возможностей, то есть вы делаете классификацию, да, кластеризируете свое время, и это вам очень хорошо поможет даже в уроках, например, давайте сделаем так, распланировать на год, да, вот поделить, сейчас я поделю, вот круг пишу вам, и заранее говорю, и я вам отправила вот то, что я сейчас вам писала, вот можно распределить на год, какие уроки вы пройдете сейчас, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сейчас нам еще нужно 4, 1, 2, ну, так сделаем 3, 4, я что-то неравномерно нарисовала, но суть не в этом, первый месяц, второй, третий, это исходя, я не буду январь, февраль, март писать, почему, потому что исходя из того времени, какое время вы планируете, так, у меня получилось 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, вот, то есть это, что касаться будет только учебы, да, и исходя из того месяца, в который вы начали планирование, это может быть месяц Рамадан, у кого-то месяц, другой месяц, Шауэль, Раджа, то есть с какого месяца вы начинаете, это индивидуально у каждого, да, но вы можете себе вот распланировать учебу на год, например, первый месяц я изучаю там, я посещаю там, если у вас курс продолжится 6 месяцев, например, вы планируете, вы же смотрите, когда вы на курсы записываетесь, если нет определенного, я никогда не записываюсь на курсы, у которого нет определенного времени, почему, потому что это очень накладно для вашего обучения, для планирования, осваивания материала, да, что вот, а, ну, когда-нибудь это, потому что всегда, когда человека ставишь в рамки, даже то время, временное время, когда ты себе делаешь, то вот до 12 часов ты должен все успеть, у тебя не будет, у тебя не будет времени, и не будет у тебя вот такой установки, что, а, ну, ничего, сделаю потом, а, у меня нет уже этого, то есть ты уже не будешь там лишний раз сидеть в телефоне, лишний раз не будешь просто так тратить свое время на там соцсети, еще что-то, еще что-то, то есть ты уже знаешь, а, мне вот до этого времени нужно успеть, нужно все сделать, и нужно это все преуспеть в этом. Дальше, вот я вам отправила, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, да, вот, если у вас курс, вы прописываете там, TDN, да, как у нас в университете есть, он длится 5 месяцев, да, отсюда, дотсюда, TDN, все, и каждый месяц у вас TDN, 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 вы понимаете, что, значит, вы рассчитываете, что, сколько у вас сил, сколько у вас времени уходит на то, чтобы прослушать этот урок, сделать домашнее задание, освоить материал, сдать экзамен, и все, то есть, в каждом месяце же свое, вы же не каждый месяц там сдаете экзамен, а в зависимости там от блоков, которые вы проходите, да, то есть, вы сюда вы вписываете, и если вы смотрите, да, что вот мне на освоение только это, то вы берете только это, даже в хадисе, который мы вначале с вами изучили, да, то есть, не нужно переутомлять себя, исходя из своих возможностей, если вы знаете, что я могу тут записаться еще на Тавсир, там, или на еще какой-то там, вот Тавсир, например, на два месяца, ага, хорошо, я на Тавсир запишусь, два месяца пройду там, Тавсир, а потом я, вот у меня здесь остальные месяцы свободны, все, вы знаете, от ТДН вы освободились, вы можете там записаться, ну, это если мы пишем, курс учителей, да, УК, я написала сюда, потом я вам фотографию пришлю, вот, если есть набор в это время, да, курс учителей тоже там, по-моему, один семестр длится, так, три месяца, четыре месяца, потом у вас каникулы, потом еще семестр, то есть, а потом у вас каникулы, то есть вы в это все вписываете, да, вот, и свою учебу, также можно любую классификацию сделать, я сюда же впишу, это, например, Коран заучивание, заучивание, я написала сюда, заучивание, так, вы ставите себе цель, 12 месяцев, пускай, если будет по, по одной странице в день, плюс-минус там, если вы там болели, это один джуз в месяц, то 12 джузов, вот, то есть 12 месяцев, 12 джузов, если вы по полстраницы, то это сколько будет, это будет 6 джузов, это каждый день, да, исходя из своих возможностей, может, вы будете через день это делать, если вы будете это делать через день, то это будет 3 джуза за год, все математика, все просто, да, и вы рассчитываете, вот, что за месяц там, в месяц, в месяц там, я сколько, осиливаю там, один джуз, пол джуза, треть джуза, и вы пишите сюда, там, одна треть джуз, и вот весь год у вас так, аналогично, да, вот, я пишу аналогично, я думаю, что может быть, вы поймете, иншаллах, мои тут надписи, надписи, все, вы это написали, дальше вы будете планировать свою неделю и свой день, когда вот вы будете планировать день, вы туда будете вписывать заучивание, там, полстраницы, сегодня, завтра, повтор, повтор, на повтор, полстраницы на повтор, уходит буквально 2-3 минуты, 5 минут от сил, полстраницы, повтор, если эта страница больше, то есть вы, исходя из своих возможностей, сестры, все исходя из ваших возможностей, у каждого из нас свои заботы, хлопоты, у каждого из нас возраста у детей разные, в разное временное время они тоже разные, поэтому всегда нужно, исходя из своих возможностей, смотреть, я, ну, это, вообще, честно говоря, это своего рода называется коучинг, да, я этим тоже занимаюсь, иногда бывает, что обращаются, приходят, и мы вот индивидуально, что делаем, мы расписываем, кластеризируем день, кластеризируем неделю, месяц, год, там, что и как, как пройти, это, вот, чтобы войти в этот баланс, да, вот, ну, каждый может делать сам, если кто-то бывает сам не справляется, нужна помощь, бывает так тоже проделываем, скажите, вот сейчас, да, например, это очень сильно облегчает то, что, потому что у нас сейчас реалии совсем такие более, более, более заботливые, еще у нас много отвлекающих факторов, у нас есть гаджеты, которые нас отвлекают очень сильно, соцсети и все остальное, вот, при том, что нам все облегчено. Я вот сюда уборку, уборку, все остальное, да, вот, даже не включаю, почему? Потому что на нее вообще уходит, если все распланировать как надо, на уборку сейчас, в нынешних реалиях, да, смотря, конечно, у кого какой дом, у кого какие запросы, да, вот, и когда, например, вы приходите, вы заходите в комнату, да, вы хотите ее убрать, да, вот вы не говорите, у меня комната, мне нужно убрать комнату, вы в комнате тоже, вот, вы в комнате тоже делаете кластеризацию, то есть заходите в комнату и смотрите, вот у меня, например, есть своя комната, да, я каждое утро захожу в нее и думаю, так, сегодня я должна сначала разобраться, первое, что у меня есть, да, мне надо разобраться там книжной полкой, потому что я всю неделю читала книги, я брала и скидывала туда, иногда бывает у меня такое, что я там почитала книгу, и ее рядом с полкой у меня подоконник, я туда складываю, там, потом беру другую книгу, в общем, не ложу на место, вот такая вот, как сказать, неряха, я потом смотрю, думаю, ага, что-то их накопилось, а надо мне прибраться, и получается так, что я там, сегодня я там читала про здоровье книгу, завтра я почитала немножко там про другое, послезавтра прочитала там про воспитание детей, еще что-то, еще что-то там, и они у меня валяют, Кур'ан тут вне вообще конкуренции всего, вот Кур'ан ставьте всегда на первое место, он вообще вне конкуренции всего, день всегда, сестры дорогие, если вы будете начинать свой день с прочтения Кур'ана, никогда не будет в этом дне, не будет, как сказать, конечно, испытания нас будут постигать, и все, но вот Всевышний Аллах дает особое такое вот, в душу раба вкладывает особое такое чувство, чувство переполнения от поклонения, поэтому Кур'ан у нас не лежит где-то там на полочке, он всегда рядом с нами находится, вот я смотрю, ага, мне нужно навести порядок на этой полке, я навожу порядок на этой, сначала я наведу порядок на этой полке, потом я займусь столом, потом я займусь там кроватью, полами, стенами, окнами, или еще чем-то, то здесь тоже я расклассифицировала, а когда вы, и тогда, и тогда, сами не заметите, что как это все, когда вы кластеризацию будете делать, что у вас все приходит в порядок, потому что когда вы заходите в комнату, а, надо на столе убрать, и начинаем стол убирать, ой, а там тоже бардак, ну-ка я там протру, ой, а вот здесь этот угол тоже, и вот человек мечется туда-сюда, а когда вы заходите, и у вас цель точно, ага, сейчас я убираю эту полку, потом я перехожу на стол, потом я перехожу на кровать, дальше я там подмету, помою полы, вот, сегодня окна у меня чистые, я на них внимания не обращаю, вот и все, то есть когда вы вот так будете делать, иншаллаху тааля, это поможет вам распланировать свое время, и все успевать, когда человек будет все успевать, и будет, у него будет продуктивность хорошая, да, продуктивная мусульманка, это очень хорошо, вот, и когда будет продуктивность, и будет видеть прогресс в делах, у вас появится еще больше мотивации, еще больше и больше делать, делать и еще больше и больше успевать, иншаллах, и тогда уже выгорания, выгорания не будет, иншаллаху тааля, взяв вот такие причины, так, сестры, у нас есть пять минут, иншаллаху тааля, можете писать свои вопросы, у кого какие вопросы остались по уроку, если у вас таковые вопросы есть, так, у ста, захочу записаться на индивидуальные курсы, на курсы учителя, на выдачу из джазы, хочу обучиться, у нас, если вы в университете, то нужно пройти сначала курс таджвит с нуля, потом курс учителей, и после курса учителей вы можете попасть на курс и джазы, подготовки к джазе, если вы там заучите Куран, сдадите шейхе, то получите джазу, джазу на весь Куран, если вы хотите получить, это вот так, таким образом, если вы хотите обучиться на учителя и преподавать, то вы уже после ТДН, после курса таджвит с нуля, можете поступить на курсы учителей, и там уже со второго курса, он из четырех семестров, после второго семестра у вас есть практика, если вы ее хорошо пройдете, то уже там можете уже преподавать в самом университете. Сестра, скажите, пожалуйста, сначала учить таджвит и арабский язык. Ну, лучше, конечно же, взять их параллельно. Лучше взять параллельно, да? Как взять, записаться на курс таджвида и посмотреть, если у вас это сейчас, сестры мои дорогие, вот я вам скажу, буквально даже вот вчера вспоминала, когда возвращалась с мероприятия, вчера была отличная викторина в институте Райхан, в котором я обучалась, и сейчас уже там работаю. Вот была викторина у нас по хадису Джибрииля в КБР, и буквально вот вчера мы сидели и вспоминали все наши пути, когда мы вставали на путь знания, что мы делали и как сейчас приобретается знание, да? Вот. Вот когда я начинала свой путь к шариатским знаниям, чтобы пойти к учителю, обучиться, приобрести вот таджвит и арабский язык, мне нужно было пройти два километра пешком в горы. Буквально два километра пешком в горы. Вот. И мы ходили, ходили с сестрами, потому что нам нужны были знания, а потому что негде было больше приобрести знания. Если нам, если ты ищешь себе компетентного учителя, хорошего учителя, то ты вот на такие как бы жертвы идешь. И представьте, мы там доезжали до одного пункта, с этого пункта мы пешком шли в горы два километра, доходили до дома этой учителя, занимались у нее, и у нас на это уходил целый день, чтобы просто два часа позаниматься. У нас уходило на это. Мы рано утром вставали, шли, все вот так. Сейчас вы дома чем-то занимаетесь, включили компьютер, и все. Да, поэтому сейчас все облегчено. И, например, сейчас есть такие вот, даже в Ютубе простые уроки есть, да, арабского. Потом есть, я, кстати, недавно тоже приобрела своим детям вот такие мединский том, там шеститомник он, но их взрослые могут проходить. У меня, например, родная сестра тоже проходит, она говорит, мне вот, ну, как бы, чтобы не, не в силу своих возможностей, чтобы мне там не нагружаться. Там уроки по 20 минут, там по QR-коду проходишь, слушаешь этот урок, потом выполняешь там задание. Вот. Ну, конечно же, лучше, это не лучше, а нужно, чтобы у тебя был учитель, да, чтобы этот учитель проверил, как. Сейчас очень много курсов и арабского языка, вот, и таджвида, да, и лучше будет, если они будут идти параллельно, потому что, когда вы научитесь читать Уран, и когда у вас будут, к этому времени, если у вас будут базовые, знания арабского языка, да, вот, вы будете, ваше чтение Кур'ана будет совсем по-другому восприниматься, когда вы будете знать перевод этих слов, да, не так, чтобы вы перевод почитали, а когда вы будете сами понимать перевод этих слов, и сами будете разбираться, почему тут так написано, почему вот так написано. Лучше, конечно, параллельно это все вести. Вот так, и это не сложно, не трудно, не шалах, пусть сегодня Аллах облегчит вам. Да, да, мне тоже так сказали, сразу в ТДН пошла, маша Аллах, пусть облегчит Аллах, и на арабский, и в Тасхих. Вот, ну, важно не перезагружать себя, сестры, не перегружайте себя, например, в ТДН и Тасхих тоже есть, поэтому дополнительно брать еще какой-то Тасхих, но если, конечно, вы справляетесь, у вас все хорошо, это, аль-хамду лилля, прекрасно, да. Так, база Таджвида есть, аль-хамду лилля. Хочу индивидуальные занятия, чтобы Таза оценила уровень в моей знании, от этого отталкиваться и до получения прав на преподавание. Извиняюсь, сестры, по-моему, у нас есть у Стаза, у Шейхи, у Мамалик есть индивидуальные занятия, это вам нужно написать модератору, да, напишите модератору, и она вас проконсультирует по этому поводу, как и что записаться к Шейхе для того, чтобы она вас оттенила, ваши возможности, уровень ваш и все остальное. Вот. Так, хорошо. Все, сестры, вопросов нет? Больше. Если у вас больше вопросов нет, иншаллах, мы закончим тогда наш урок. Пусть Аллах поможет вам, иншаллах, пусть в этом будет благо, пусть в вашем дне будет только успех и баракат для блага вашей религии в первую очередь. Амин. Субханаки Аллахума воля Бихамдик, аешхаду Оля илла Ха илла Ант, астахфиру還 а то были данному алейкум рахматуллахи ва братья